Добрый вечер, дорогие друзья. Дайте мне, пожалуйста, обратную связь, как мне слышно. Батуми, один ключик, тихо. Кому-то тихо, кому-то громко. Сейчас я тогда громче сделаю, как сейчас слышно. Плохо слышно, я смотрю. Так, а сейчас лучше слышно, нет? Отлично, да? Ну, хорошо, тогда давайте начнем. Я никак не могу понять, откуда идет мое вещание, но, по крайней мере, оно идет, слава Богу. Я поздравляю вас с прошедшими и идущими праздниками. Пожалуйста, покажите мне, кому вообще интересен вебинар. Я так думаю, что те 54 человека, которые сейчас находятся на площадке, им по всей вероятности интересно, так? Вот. Ну, будем пока проводить вебинары. Значит, если вебинары не так сильно интересны, будут в какой-то момент, наверное, придется их тогда. А, спасибо, спасибо. Вы меня обнадежили. Значит, народ потом слушает, читает тезис. Это тоже хорошо. Значит, ну, что вам сказать? Хотелось бы просто в расписании сегодня было. А, не было вебинала? Вот оно в чем дело. Ну, ясно. Спасибо, спасибо. Настроение хорошее. Правда, у нас есть в Эстонии. Вчера был последний хороший теннис. По крайней мере, сегодня уже идет дождь и обещают снег вечером опять. Но суть не в этом. Мы все настроены очень активно. Завтра, послезавтра часть правления перебирается для работы в Шаржу. Там у нас есть, хоть там и Рамадан, но будет ряд встреч, обсуждений. Есть много, что обсудить. И после визита во Вьетнам Анатолий Дарвич IV должен быть в Ханое на встрече с премьер-министром. По крайней мере, так планируется. Вот. Мы надеемся, что все будет наилучшим образом. После этого он тоже вернется обратно в Шаржу. И там будет у нас несколько встреч и обсуждений дальнейших действий, как я уже обещал. Или вернее, как мы договаривались, и я уже об этом коротко говорил. Теперь вернемся обратно. Хотя я по чатам дам про вебинар. Погромче, да, к Людмиле погромче надо, да. Давайте я сейчас посмотрю настройки. Что-то тут, наверное, не совсем так. Мой микрофон и звук. Как сейчас меня слышно? Наверное, точно так же ограничено или лучше? Людмила, хорошо слышно? Ну, все, ладно, хорошо. Давайте не будем тогда сейчас пока отвлекаться. Времени тут у нас немного. Таким образом, значит, что сегодня? Текущая информация про Вьетнам. Про Вьетнам, значит, это то, что я про Анатолию Дарычу вам сказал. Я покажу сейчас слайды вам, несколько слайдов. Были мы во Вьетнаме. Видите, здесь, значит, ваш покорный слуга сидит здесь. Так, здесь презентация технологии, которую ведет Франтишек Солар на данный момент. Здесь сидит, значит, члены, основные члены всей инвестиционного комитета этой провинции или этого, ну да, провинции или этой, значит, власти вот этого города и провинции. Одной из провинций, которая в 200 километрах от Ханое, где мы были. Итак, и о чем шла речь? Мы говорили, они планировали там начинать делать канатную дорогу. Для кого? Видите, какая череда паломников, которые поднимаются в гору к пагоде, которая построена, как выяснилось, еще за 1460 лет до рождения Христова, до нашего лета исчисления. То есть ей уже почти 3,5 тысячи лет. Вот, и с переменным напряжением эта дорога, ну, скажем, всего от дороги надо сюда проходить 3 километра, какой-то небольшой участок по озеру преодолевать, чтобы зайти по горе. И самый тяжелый, это последний путь. Здесь мы сейчас видим еще вымощенную дорожку, а дальше там вообще камня на камне, скажем так, непросто это все подниматься. Да, я понимаю, что паломники должны преодолевать трудности, но целый ряд людей могли бы... Ну, это все дело внутреннее, вот, и одно... Ну, вот, как я к этому отношусь. Дело в том, что если ты не паломничаешься по жизни, то искупить свои грехи только поднятием на гору, ну, тоже в какой-то степени это действие, это возможность отвлечься от всего. Но, с другой стороны, ты поглощаешь, или, вернее, как бы посвящаешь себя тем трудностям, которые преодолеваешь, чтобы туда подняться. Вот. Ну, есть возможность там читать какие-то мантры, если ты их знаешь, молитвы, сосредоточиться внутренним взором на чем-то очень важном и так далее. Это дело вкуса. Но, суть сейчас не об этом. Самое главное, что есть поток людей, это ежемесячно сейчас где-то порядка, вернее, извиняюсь, ежегодно это где-то порядка 450 тысяч человек. Вот, собирались его поднять до 1200, до 1500. Когда мы там посчитали, посмотрели, то наша система позволит до 3,5 миллиона, извиняюсь, до 1500, до 1200, до 1500, а наша система позволит Скайвей до 3,5 миллионов. Это значит и паломники, и туристы. Сейчас туристы очень редко туда ездят, потому что этот путь очень тяжелый. Но, посмотрите, там действительно есть что, потому что, ну вот, это вариант, значит, там, как бы реконструкции и дополнения этой пагоды. Вот, там есть, скажем, эскиз, как предполагалось это дело решить за счет канатной дороги. Вот, и таким образом, в общем-то, к этому делу, к этому делу этот проект сделать. Расчет, который мы представили комиссии, презентовали, там было рассчитано на 45 минут. Мы предстали перед комиссией, здесь сидят члены, значит, туристического инвестиции, туризм, инвестиции в транспорт, инвестиции в инфраструктурные объекты. И транспорт относится к одним из них, и плюс инвестиции в развитие недвижимости этой, ну, как бы, области или от провинции, так, и самого города. У них несколько проще система инвестиций. Решение этой комиссии или этого комитета является очень важным основой для получения зеленой дороги. При многих, практически при всех согласованиях, которые нужны там, для того, чтобы, ну, скажем, проект пошел бы, ну, реализовываться, начал реализовываться. И что выяснилось в обсуждениях, как раз в этой комиссии, или в комитете, в этом извиняюсь, что у них большие, значит, главы этой провинциального совета, очень большие полномочия принимать целый ряд решений по, скажем, согласованиям строительных проектов. И не надо с каждой мелочью бегать в Министерство транспорта. Это очень важно. И самое главное, самое главное, дорогие друзья, это то, что данный проект, он является инициатором этого проекта, является частная компания. Вот сидит ее, ее глава, ее глава сидит вот он здесь. Да, это он. Вот, и он, значит, заявил в конце, после того, как комиссия, как бы, ну, одобрила, по крайней мере, информацию, которая была, потому что они сначала, он как раз был инициатором того, чтобы ознакомиться с Кайвей, нашел наших инвесторов, сам проинвестировал. Вот Тео сидит, значит, один из ведущих, как бы, лидеров во Вьетнаме, он проинвестировал и, значит, пришел к выводу, что ни в коем случае нельзя деньги грохать в канатную дорогу, только в Кайвее. И когда мы показали приблизительно, абсолютно приблизительный расчет, потому что имели, ну, информационную базу, это можно было достаточно быстро, там, практически, ну, пару-тройку часов посидели, посчитали, посоветовались и выдали цифры. Они сказали, что это вполне нам подходит. И было принято решение, что, значит, 30% это компания, частная компания, она гарантирует. Кроме того, она вкладывает в этот проект собственность 60 гектаров земли для, значит, установки комплекса одного здания, ну, целого комплекса, который будет являться, скорее всего, ну, предположительно, анкерной опорой, стартовой опорой, откуда будет станция, с какой можно будет от дороги людям подниматься, там, значит, запаркуется и так далее. То есть создать весь этот бизнес. И это очень важно. Поэтому сейчас подготовлен и отослан уже им вариант проекта, договора, чтобы начать так называемые наши предварительные, предпроектные или, скажем так, работы для исследования и выявления, ну, скажем, и согласования с головной компанией, с GTI, реальности реализации этого проекта. С одной стороны, значит, его, потому что там, опять-таки, горный вариант, подниматься надо, там, до 30 градусов есть углы подъема, по всей вероятности, и расстояние от 3 до 3,5 километров. Поэтому, в первую очередь, надо будет, скажем, всю привлекательность этого проекта показать для головной компании и, естественно, для инвесторов. Поэтому впереди стоит такая, скажем, непростая работа, но самое важное то, что у нее есть финансирование стороны частной компании, которую они, по крайней мере, пока еще задегларировали, а дальше, значит, договор покажет, что будет дальше. Это такая вам, значит, ну, как бы исходная информация. Теперь вернемся обратно. Что у нас здесь еще есть? Вьетнам, Шаржа. В Шаржу я сказал, что мы едем, там будет работа, мы будем знакомиться с возможностями этого инновационного парка Skyway. Вот. Теперь работы по фонду. Работы по фонду. Фонд, как вы знаете, фонд, всемирный фонд Экопланета, он создан, но сейчас идет работа по созданию фонда. Потому что это юридическая структура, она там должна быть соблюдена определенная последовательность. И сейчас идет отработка условий, которые мы с вами сможем, то есть то, что нам с вами будет интересно в ближайшее время, это как и каково наполнение будет фонда, значит, кооперации акционеров и инвесторов по различным проектам Skyway. Именно Skyway. Проектов много, друзья, не надо путать. Кооперации по проектам Skyway именно. И в проектах Skyway. Вот. И поэтому здесь, скажем, настанет время, все об этом будет известно. Инвестиции и о некоторых проявлениях со стороны давних партнеров. Вы знаете, меня побудило к этому немножко, значит, отступить или как отступить. Один вариант такой. Да, инвестор есть инвестор. Есть много инвесторов. И у некоторых, которые, ну, уже с 2014 года инвестируют, то есть это давние партнеры. Да, действительно, они, ну, скажем так, начали, они самые были лояльны. Но у некоторых начинает сворачивать, значит, немножко вот понимание в сторону. И они думают, что вот тут перед ними, значит, должно, ну, все растерываться и, скажем, свершаться само по себе. И я, к сожалению, с печальным, как бы, ну, выводом должен сказать, что не разбираясь порой во многих вещах, люди как-то вот нахрапом пытаются войти. И, значит, да, есть желание заработать. Да, они говорят, что мы имеем право заработать. Конечно, имеете право. Но надо разобраться в проекте и в том, о чем идет речь. А порой люди не разбираются в этом, начинают, значит, пытаться инвестировать. Не удосуживаются посмотреть партнерский договор, посмотреть, какие есть возможности. И как-то неадекватно себя ведут. Поэтому это не к тому, я вам говорю, что давайте теперь не будьте активными, не входите ни во что, не участвуйте ни в чем. Поэтому важно быть терпимыми, быть открытыми, значит, и не только видеть свой, свою выгоду и не подозревать. Причем, что самое интересное, начинают подозревать, что, слушайте, вы там масловый, там кто-то еще, вы что-то там, значит, химичите, вы что-то не делаете то, что мне надо, или нам что надо с партнером, там откуда-то там из Индии, или еще откуда-то, понимаете? Извините, мы делаем именно то, что мы обязаны делать, представляя, значит, интересы вот того сообщества, благо которого мы служим, по мере своих возможностей и способностей. Поэтому прошу не подозревать ни в каких, значит, особых грехах, кроме как мало ли, мало ли что в голову взбредет. Поэтому наилучшим образом стараемся обслуживать и разъяснять, причем было сделано 33 разъяснения не только мной одним, значит, ну вот человек не понимает. Поэтому прошу, будьте, пожалуйста, толерантны, будьте, пожалуйста, ну как бы конструктивны и созидательны, когда вы что-то пытаетесь, как-то вот, ну очень сильно и хочется заработать. Конечно, хочется заработать, и поэтому я решил сегодня, значит, напомнить о семи формах благополучия. А дальше уже перейдем к вопросам и комментариям, потому что очень много вопросов, и я их, кстати, абсолютно неожиданно пришлось перестроить сегодняшний вебинар. Я их получил из чата, который у нас там есть. Вот чат, очень корректно, участник чата, не буду называть по имени, тот, кто знает, о ком пойдет речь, он очень четко посоветовался. Вот смотрите, говорит, там есть так называемый комментарий какого-то блогера, который, значит, хает, вернее, мой инвестор задал вопрос, как к этому относиться. Я, говорит, не везде могу что-то сказать. И вот я посчитал, что да, действительно, мы находимся в такой стадии, когда очень важно для нашего личного иммунитета, для иммунитета нашего проекта, очень важно разъяснение, чтобы они, ну как бы поддержать. Иногда не хватает просто, ну скажем так, системного видения, как связать одно с другим, хотя, в принципе, видишь, что человек говорит ерунду, а обосновать, сказать просто, что ты дурак, или просто ты лукавишь друг, ну этого мало сказать, и поэтому надо просто понимать, что конкретно сказать, и я это прокомментирую после. А так, сейчас вот второй пункт нашей сегодняшней встречи, я думаю, что это не помешает никому, тем более, что я исхожу из точки зрения, что если я посчитал, что и мне это полезно, хотя я достаточно много уже на своем жизненном пути систем разных изучил, обучал предпринимательству, жизнепониманию, оздоровлению и так далее, но тем не менее, мне понравилось то, что, значит, Робин Шарма, вот его книжка, видите, да, видна книжка, видна. Вот, Робин Шарма, «Путь к величию. Как добиться успеха в работе и еще больше успеха в жизни». 101 урок. Вот очень хорошая книга, вот, и она мне попалась абсолютно, вот я иногда в дорогу беру книги, рассматриваю их, просматриваю, вернее, их, и посмотрел, опа, тут у меня как раз вот бросились в глаза 7 форм благополучия. И вот, что я вам прокомментирую по этому поводу. Видите, Робин Шарма, «Путь к величию. Всем благополучия». И фактически это пересекается и с другими системами, у каждого свой подход, но мне показалось, что это наиболее такой, как бы, комплексный. Внутреннее благополучие стеона состоит, она состоит из типа мышления. Если у человека сдвинутый тип мышления, то он никогда не будет внутренне спокойный, его черки будут постоянно догонять. Сатан, который сидит за левым плечом, будет постоянно его за ухо теребить, говорит, вот это не так, вот это неправильно, это не значит, что не надо на это смотреть, но тип мышления. То есть ты активный или проактивный? Активный, он говорит, все плохо, мир валится, все. Проактивный, опа, а как этим воспользуются? А что к этому, а как к этому относиться? А что я могу в это внести? И важно очень самоуважение. О, я маленький человек, я ничего не могу сделать. Нет самоуважения. И вот это внутренняя духовность. Если нет духовности, духовность это целый комплекс свойств и, скажем, отношений и действий. Духовностью не является только то, что ты сходил на какую-то молебен, сходил в церковь, поставил там свечку, и это тоже является элементом, если ты, ну, скажем, в какой-то степени верующий, веришь определенным канонам, определенным обычаям, богослужению и так далее. Совершенно духовностью является еще и то, как ты внутренне относишься к окружающему миру. И опять-таки, как ты к себе относишься. Потому что самоуважение является элементом, ну, богоугодным, если угодно так сказать, или высшей силы, потому что мы являемся продуктом, как это не кощунственно звучит, а мы являемся детьми высших сил. И если мы не уважаем себя, то мы не уважаем то, что выше нас. Будь то высшие силы, будь то Бог или кто-то еще, понимаете? Или что-то еще. Не что-то, а кто-то еще. Некое, некое большее, большее существо. Вот. Здесь можно много говорить на эту тему, но я вынес самое основное. То есть внутреннее благополучие, физическое благополучие. В первую очередь здоровье тела. Оно зависит от многих и от многих составляющих. Начиная от эмоционального или эмоционального состояния, заканчиваешься продуктным состоянием. То есть чем ты питаешься и так далее, и так далее. Физическое. Семейное и социальное благополучие. Счастливые отношения в семье. Между всеми, всех ко всем. Ведь многие требуют внимания от детей. Дети требуют внимания от родителей. Но если нет взаимоотношений, если нет поддержки, то и отношения такие какие-то натянутые, выдуманные и не совсем то. И тогда начинают быть неадекватными отношения в социуме. То есть как ты относишься к другим людям. Ведь нельзя так, что ты дома относишься к Марии Петровне хорошо, вышел на улицу, ты скотина. Или наоборот, ты дома с Марией Петровной скотина, а вышел на улицу, ты добрый человек. Нет. Это не есть благополучие ни семейное, ни социальное. Это так, упрощенно говоря, у вас есть возможность потом подумать над всем этим, что я говорю. Благополучие карьеры. Это реализация потенциала, если он есть. Если нет, его постоянно надо поддерживать, его надо постоянно как бы подпитывать. И профессионализм. А профессионализм приходит не от того, что ты много знаешь, а от того, что ты делаешь и обращаешься к тому, что ты усвоил или освоил. Вот профессионализм. И ты говоришь, да, в этом деле я профи. Я могу вам дать совет, я знаю, как это делать и так далее. Это карьерное благополучие. То есть профессионализм, это и есть карьерное благополучие. Это четвертая составляющая. Экономическая. Основа для создания достойной, то есть без финансов. Экономическая. Здесь заложена в основном финансовая. И об этом Шарма тоже говорит там. Основа создания достойной жизни семьи в первую очередь. И это об этом говорит и пирамида моего однофамильца Абрахама Маслоу. Что надо создать первые три уровня или этажа пирамиды, и тогда можно переходить к духовности и ко всем остальным социальным и плодчим благам. То есть экономика, она стоит на втором месте. Сначала физика, потом экономика. То есть физическая, потом экономика. Экономическая, то есть материальная. Основная для семьи. И возможности делиться, отдавать. Понимаете, многие смотрят на это дело, что о, побольше акций, побольше этого, побольше того. А дальше что? И причем кто-то говорит так. Да, ну делиться, мне сначала бы самому напитаться. Понимаете? Но мир устроен таким образом, что мы приходим в этот мир для обретения социальных навыков, социальных контактов. И не делясь, не воздастся нам и нам не будет. Этот закон очень четкий. Причем и в материальном плане, и в духовном плане. Здесь работает и вот это дело, значит, внутреннее благополучие. Духовно ты делишься, материально ты делишься, отдаешь. Все, все отлично. И это есть экономическое благополучие. И если ты выращиваешь и наращиваешь свое материальное благополучие в виде, ну, достатка. Достатка в виде денежных средств, материальных средств, то и делишься этим. Не важно, не надо там пополам делиться. Нет. Но находишь уровень, то ты находишься и человек находится, ну, в неком состоянии благополучия. Самодостаточный. В поисках приключений. Благополучие в поисках приключений. Но приключения можно по-разному искать и на разные места нашего тела. Есть выражение, что вот опять нашел приключения там на одну часть своего тела. Нет. Острее ощущать счастье. Вот поиск приключений. За счет чего? Новых мест и новых встреч. С новыми людьми, с новыми местами. Это не значит, что вот я теперь все бросил, поднялся и поехал. Нет. Новым местом является и участие в каком-то семинаре. Это новое место? Новое место. Для кого-то новое место надо уехать в Вьетнам. Нет, дорогие друзья, не надо для поиска нового места только во Вьетнам ездить. Поэтому новых мест и новых встреч. Быть открытым при этой встрече. Это поиск приключений. Ведь каждое общение это новое приключение. Вопрос только в том, как вы относитесь к этому. Ну, как бы, ну, этой встрече и к этому. Творчество. Творческое относиться. Быть созидательным. Это поиск приключений. Способность войти в проект не просто так вот, очертя голову, непродумывая ничего. Нет. Быть открытым и быть готовым ощутить удовольствие от этого проекта. Не только лишь потому, что он красивым кажется, а ты еще вкладываешься в него, ты соучаствуешь в нем и получаешь от этого... Как бы благополучие в виде поиска приключений. И в отношениях... И седьмое, последнее вот из этих благ... Значит, это в отношениях с окружающим миром. Жить и змеи и действовать для чего-то большего. Понимаете? Ведь вот это есть так называемое еще и взаимоотношение с социумом, да? Это понимание того, что какой мой или твой вклад в то, чтобы мир стал лучше. Что ты для этого сделал? По-разному можно к этому относиться и это понимать. Но постарайся над этим подумать. Я здесь специально не буду сейчас разжевывать. Подумайте над этим. В отношениях, благополучие в отношениях с окружающим миром. Это отношения и к природе. Это отношения к экологии. Это отношения к слабым мира сего. К тем, кто чем-то как бы, ну, обделены. Они вокруг, в том числе и за пределами нашей семьи. То есть это много-много уровней. Начиная от семьи, от конкретных, значит, взаимоотношений, от улучшения, от осветления. Осветлился вовнутрь, осветлил окружающий мир. Все это очень непросто. Но с другой стороны, очень просто. Элементарно, дорогие друзья. Поэтому прошу вас, думайте над этим. Почему я об этом говорю? Потому что мы движемся, желая того или нет, к тому периоду, когда у нас будет много прекраснейших возможностей. Но тормозить нас будет то, что у нас нет вот этих семи благополучий. Я сейчас мог бы проанализировать, и это бы заняло бы еще целые полчаса, как вот одно, второе или третье будет мешать другим благополучиям. И все, как только одного нет, так начинается торможение других. Поэтому, пожалуйста, это очень важно. Я вам это рекомендую. Пошли дальше. Смотрим, значит, теперь это мы уже смотрели, это мы тоже смотрели. Значит, переходим, это мы тоже смотрели. Теперь вопрос. Значит, был такой конкретный вопрос один в системе интернета. Это по закрытию всех, я зачитаю весь вопрос, и тогда перейду к его комментариям. По закрытию всех, человек говорит, что у него вопрос по закрытию всех 15 этапов будет открытый выкуп, предполагает. Уверяю вас, не только до этого будет открытый выкуп, он, значит, будет не совсем правильно. Человек понимает, это открытый выкуп будет, как вам сказать, он может быть, он не обязательно будет. Речь, когда я говорил об этом, что будет, это не обязательно до завершения 15 этапов. Это может быть в ближайшие 2-3 месяца. И очень вероятность большая, это мое предположение, я так думаю. Я буду более уверен уже в каких-то временных рамках после того, как мы вернемся из шаржа. То есть выкуп будет, не надо, не обязательно 15 этапов, мой комментарий здесь. И по предварительной информации эта возможность сначала будет представлена тем, кто зашел в самом начале развития компании. Да, я об этом говорил, многие говорят об этом, кто говорят. Естественно, она будет. Поэтому, во-первых, это может быть до 15, после 15 этапа. Или 15 этапы может родиться от того, что появится достаточное количество средств. И да, может произвести определенный выкуп по определенным принципам. Там возможностей много. И человек задает вопрос, что вот его беспокоит то, что кто зашел в самом начале развития компании, я смогу продать акции только, ну акции там продать или же поменять, только в RSV Assistance или Capital тоже. Там был такой момент, что у человека уже поменял, там использовал возможность в RSV на токены обменяться. И у него там уже ничего больше нет, ну или возможность небольшая. А сможет ли он? Конечно сможет. Естественно сможет, дорогой человек. И любой из нас сможет, если такая возможность будет. Но в первую очередь будет некая, ну скажем так, система или градация тех, у кого появляются там, по каким-то критериям появляются эти возможности. Потому что нет такого вот вагона денег, чтобы с людьми как-то вот кому приспичило или не приспичило, или вот желает, ой, все, я решаю это дело закрыть и забыть про это, хоть как-то заработать и пошел снова искать что-то новое. Не такие есть, к сожалению. Поэтому, понимая, вот понимая на этот вопрос, будет такая возможность, не волнуйтесь, в Capital будет очень хорошие возможности. Так же, как и в РСВ. И эти средства, нет разницы, где у вас эти средства, в РСВ или в Capital. Понятно, да? Там сейчас я посмотрю, что тут. Зачем это сейчас обсуждать? Привет всем. Кого там? Виктор Гриднев. Зачем мы на технико-экономическом? Нет, мы, дорогие друзья, Виктор, покиньте тогда, если вы считаете, что на технико-экономическом. Не на технико-экономическом. Вы не пришли ни на какие курсы. Вы пришли сюда, значит, конструктивно посмотреть, прослушать то, что вот ваш покорный слуга Владимир Маслов хочет вам рассказать. Понимаете? Это маленькая порция. Ну, не нравится, пропустите это, отсидите, значит, это самое. Можете потом послушать этот вебинар в записи, перескочите это место. Это ваш выбор. И не надо всех гнать. Прибыль будет тогда, когда закроют. Нет, Лидия, значит, откуда вам, вы подумали, что прибыль сразу упадет? С неба, что ли? Прибыль будет тогда, когда будут проекты прибыльные. Понимаете? Прибыль не от продажи акций появится. Чтобы продавать акции, прибыль появится у компании, значит, GTI, только когда она выйдет на IPO. То есть, так называемый, свободную представится. А я уже неоднократно говорил, что это значит. Это займет еще времени. Два, три года. Примерно. Ну, скажем, я неправильно сказал. До двух лет может занять времени. Процесс идет. Следующий год или через следующий год. Может быть быстрее, если будет закрытие очень, ну, как бы активное. Там зависит от многих факторов. Сейчас не будем в этом разбираться. Но, Владимир, возможно ли прибыль в 10 миллиардов у компании, вы знаете, нет, я думаю, что нет, Юрий. Я скажу вам откровенно. Чтобы получить 10 миллиардов долларов, ну, давайте порассуждаем. Чтобы получать 10 миллиардов долларов, это надо иметь на 100 миллиардов заказов. И, ну, скажем, выполнить. А мы находимся в пятом месяце 2019 года, да. Вот. Я не вижу такой... Это единственный... Вот. Да, есть вариант, что кто-то вот положит за весь проект, положит, значит, положит за весь проект, положит 100 миллиардов на 100. И скажет, уходите все отсюда. Все. Да, 20 процентов, тогда будет 20 миллиардов, и эти 20 миллиардов поделят на всех акционеров. Именно, в первую очередь, поделят на инвесторов Евразия, Нарелского Система Холдинг. Потому что обязанность есть такая. Все. А остальное там уже будут думать, что дальше делать. И там нам нечего тогда говорить о каких-то там выкупах и так далее. Вернее, о дивидендах и прочем. Это такой вот, ну, самый, как бы, кандовый, плохой, в плохом смысле слова, вариант, что просто вот кто-то предложит, скажет, давайте вот вам прибыль выкупим. Вот, так я и пишу об этом. Я ответил тому, кто уже сейчас хочет прибыль. Ну, правильно, да, спасибо. Так, с этим есть. Пойдем дальше. Значит, вот там был перечень отношений, что это все, значит, как относится вот инвестор, или предполагаемый инвестор сплашивает у нашего партнера, что вот что делать. В интернете множество сайтов, которые рекламируют Skyway, называют себя официальными, принимают инвестиции. Нету много. Он не разобрался, и поэтому, если ко мне человек обращается с таким вопросом, я ему четко говорю, что я тебе предлагаю не какие-то там сайты, которые предлагают, а официальный сайт, который является агентом, агентом владельца технологий. Кто там что предлагает, иди там разбирайся. Я тебе говорю за то, за что я отвечаю. Понятно, да? Потому что Skyway Capital является агентом, и, как я уже говорил, посредником для того, чтобы инвестиции пришли от инвестора, а инвестор получил свой залог, и он был бы внесен, по его желанию, в реестр компаний, которые выдает свои акции под залог. Большая часть компаний зарегистрированы в офшорах, поэтому я не смог до конца понять, как все они связаны между собой. А зачем там понимать, как они все между собой связаны? Очень просто понимать то, что компании связаны между собой, только эту связь. Вот есть схема, показали. Global Transport Investment, владелец технологий. У него есть дочерние компании, в которые он вложил привилегированные акции. Евразия Народского Союза Холдинг, Холдинг 2 и Холдинг 3. Это привилегированные акции. Они вложены сюда, и они являются залогами, которые являются основанием для того, чтобы каждая из этих компаний выпустила свои простые акции, и вот эти акции выдаются залогам инвестора. Но, кроме того, у этой компании есть еще. Как там Unisky, что он делает, это не важно в этом случае, потому что Евразия Народского Союза Холдинг является напрямую фирмой, дочерней фирмой. Global Transport Investment, сюда вложены вот эти залоговые акции, не залоговые, извиняюсь, а привилегированные акции. И плюс 100% ее собственностью является еще ЗАО Струнные Технологии и другие компании обеспечения. В том числе и компания, которая создана в Объединенных Арабских Эмиратах, это Skyway, вот это инновационный парк. Green Technology. Все, вот все, еще тут разбираться. Есть Skyway Capital, которая является вот здесь договор поручительства, то есть она поручается за GTI, что обеспечит, ему выдает инвестиции, которые инвестор ей выдает, а с другой стороны инвестор получает гарантии, договор, значит, для того, чтобы инвестор будет внесен в реестр. Все, и больше не надо там ничего разбираться и морочить себе мозги тем, что, где и как. Зарегистрированные в офшорных зонах. Конечно, я не знаю, если кто-то слышал, я повторю информацию. Почему в первую очередь, ведь это не самый лучший вариант, действительно быть, ну скажем так, он является таким, ну да, вы там в офшорной зоне. Приведу пример. Шла регистрация, ведь первоначально все регистрировалось в Лондоне по самым лучшим намерениям. Но поскольку та компания, которая как бы осуществляла и консультировала, и желание самого автора на самом входе в этот бизнес было тоже, но благое, что давайте в Лондоне там все четко по закону и так далее. И к чему это пришло? Провелась долгая оценка технологии, там по-разному ее оценивали. И третий вариант, когда суд сказал, что давайте теперь, чтобы признать, что действительно у вас там есть акционерный капитал, там сколько-то миллиардов, да, вы его оцениваете. Пускай закрытые эксперты оценят, потому что один раз так оценили, другой раз так. Вот, и закрытые эксперты, суд назначил сам закрытых экспертов, по сей день никто не знает, кто это делал. И суду было выдано заключение экспертов, там было пять, по одной информации пять, по другой семь. Неважно, пять, возьмем минимум, которые посчитали и заключение написали. Да, это технология, которая предлагается, значит, для, как интеллектуальная собственность компании Global Transport Investment, вот, которая регистрируется в, значит, в реестре компании Великобритании, оценить не менее 400 миллиардов фунтов стерлингов в тот момент. Фунтов стерлингов. И в случае, вернее, но при условии, что она сертифицирована. Это дает основания и зарегистрировать акционерный капитал. Что происходит дальше? Не проходит 10 дней, как появляется, значит, от налогового департамента письмо в офис компании, тому юристу, который там это дело вел, заплатить 27, за полугодие, заплатить 27 миллионов фунтов стерлингов налог за имущество. Значит, все в шоке, звезда в том числе, понимаете? И откуда взять, мы только еле-еле наскребли деньги вообще в реестр прийти или в регистр начинать вносить компанию. Тут же дело закрывается, тут же могут арестовать и технологию всю, понимаете? И поэтому прерывается тут же, делается все для того, чтобы не было этого дела. И куда переносит? Да, юрисдикцию в Великобритании, это на острова Вирджиния, значит, юрисдикция Великобритании. Но офшорная зона 5000 долларов, поэтому переходит из фунтов стерлингов в доллары, и 5000 долларов в год платится там налог с того, что компания там зарегистрирована. Таким образом, все компании, о которых я вам тут уже только что говорил, они тоже все, пардон, они все тоже зарегистрированы, кроме ЗАО «Струнные технологии», она зарегистрирована в Белоруссии, платят там налоги и так далее, и так далее. Потому что, потому, а все остальные зарегистрированы в маршрутной зоне в Британской, на островах Британской Вирджинии. Вот почему, дорогие друзья, компания-подрядчик, которая якобы строит, она не подрядчик, я же вам показывал, это дочерняя компания, якобы строит опытный образец в Белоруссии, там производство тоже не якобы, оно им подлежит, если вы посмотрите, а это полезно посмотреть, значит, годовой отчет, аудиторское заключение по поводу ЗАО «Струнные технологии», там все, все цифры есть, есть комментарии, которые выпускает время от времени РСВ Ассистенс, смотрите, образец в Белоруссии оказалось с множным раскидских компаний, как оно, ну мало ли с кем я связан, понимаете, это еще не значит, что я сволочь, если я связан с кем-то, да, который на первый взгляд выглядит пустышками, они специально, если там есть такие компании, там специально есть несколько компаний, которые выглядят пустышками понимания бизнеса, но они являются юридической основой для того, чтобы осуществлять определенные правовые и финансовые операции в России, все, понимаете, и поэтому не надо здесь мудрить людям мозги, Скайвей не, четвертый, это не собирается регистрироваться в России. Зачем лицензии Банка России на привлечение денег, у него тоже нет, зачем? В интернете? Скажите, пожалуйста, этот самый, какой-то там, я не знаю, ну возьмем, например, тот же самый Амвей или тот же самый какой-то Алибаба, они что, там зарегистрированы что ли в России? Какая лицензия? На что лицензия? Что там продавать или что там делать в России? Инвестиции собирать? Извините, на российский проект пока никаких инвестиций не собирается. Людям предлагается возможность кредитовать, а на это не нужно никаких лицензий, ничего, понимаете? Кредитовать проект сертификации технологии, который осуществляется в Белоруссии, на белорусской земле. Но компания привлекает не белорусская, а привлекает средства. Какая компания? Правильно, компания, которая расположена на британских островах, британской гражданины. И она направляет это средство в заустроенные технологии, инвестирует туда, причем безвозмездно, потому что растет, она принадлежит 100% этой компании, и растет ее, то есть капитализируется эта компания. Ее уже стоимость более 60 миллионов или около 60 миллионов долларов, стоимость этой компании. Понимаете? Причем там работает уже 700 человек, и это дорогого стоит. Поэтому тут очень все просто. Так, не является лицензией Банка России. Пирамида. Денежных средств у нее тоже нет. Значит, России на... Ну вот, значит нет. Денежных средств у нее тоже нет. Как нет? Есть. Они есть, они поступают, она не накапливает эти средства, а направляет их, скажем, полностью, полностью направляет в капитализацию. И об этом мы тоже с вами однократно говорили. Тут я случайно оставил четвертый пункт, переносил, вот не заметил. Пятый пункт. Одна из компаний из Кавеи публикует финансовую отчетность, но она выглядит неполной. К тому же, какая компания из Кавеи? Там нет из Кавеи никакой компании, кроме как заустроенные технологии. Она публикует на сайте, как и положено. В том же раз компании много, непонятно чем на самом деле занимаются остальные. Еще раз повторяется вопрос, то есть человек крутит и заморачивает людям мозги. Это его задача в интернете, скорее всего, оплаченная. Вот, и поэтому он, как бы, достаточно, ну, как бы, как всякий демагог, правильно тут разводит это дело, позиции демагогии. За свои деньги инвесторам обещают доли в одной из компаний Скайвей, а также часть прибыли, да, значит, есть ли она будет, когда, не если, а когда она будет. Чтобы заработать на долях, видите, человек не разобрался. Никто не зарабатывает на долях. И многие как раз ошибаются на том, что, о, я сейчас на долях заработаю. На долях вы заработаете тогда, когда будет выведен. И это не является бизнесом компании. Она не привлекает. Вот, вот, он сейчас задает вопрос и подводит, как бы, не понимая того, а сам рассматривает этот, задавая вопрос в рамках пирамиды. Компания не на долях. Она капитализирует средства, которые приходят от инвесторов. Нужно найти покупателя, а это непросто. Не надо на него искать сейчас покупателя. Понимаете на эти доли? Не вы здесь бизнес, он совсем не разобрался, задавая вопрос. Вот, вопрос в том, что в данном случае нет такого бизнеса. А прибыли может не оказываться вообще. Ведь по заверению авторов проекта все средства вкладываются в развитие. Правильно, они вкладываются, но вкладываются в развитие, в капитализацию. Они не просто так куда-то раскладываются по полочкам. А в капитализацию, это значит, то, за что я получаю, как бы, или на основании чего выдаются залоговые акции, оно постоянно прирастает. Ведь, смотрите, я сделал расчет, например, того, что сегодня, не надо даже делать, что сегодня у нас многие там, вот, была дискуссия, тоже в чате опять-таки, что вот, давайте не поднимайте вообще вопрос о 600, о дисконте 600. Почему бы и нет? Тем, кто сегодня инвестирует, нужно понимать, что эта история не откуда-то с полки взята. А было время, когда было 600, а было время, когда было 3,5 тысячи дисконт. Понимаете? А сегодня какой он, 50, 1 к 50. Один доллар инвестировал, получил на 50 долларов залог. Понимаете? Это о чем говорит? О том, что проект развивается. И это говорит о том, что как минимум, как минимум, значит, он 120 раз, 120, 10, не, извиняюсь, 12 раз, 12 раз стал, ну, как бы, более капитализирован. Это не просто. За сколько? Всего лишь за 3,5 года. Понимаете? То есть тут можно считать и можно много чего говорить. А прибыль можно и вообще. Она сегодня расчетная уже есть. И это говорит о том, что дальше больше. Но я не хочу сегодня вам мозги морочить по этому поводу. По заверению автора проекта все средства вкладываются. Конечно, сейчас вкладываются. Но когда будет проект завершен, данные, в которые мы инвестируем, 15 этапов завершатся, там начнется другая история. Понимаете? Там будут мухи отдельно, котлеты отдельно. Развитие будет отдельно. И я вам показывал, где она будет и в чем она будет состоять. Да? Извиняюсь, сейчас. Значит, пардон. Мне туда все опять забыл. Куда она будет? Вот 15 этапов завершилось. Начинается следующая фаза или следующая. Это другие. Вот где будет развитие. А то, что здесь крутится, проекты Skyway на технологии Skyway, они будут производить, капитализироваться, будет расти стоимость акций, должна расти. Понимаете? И в первую очередь будет 20% от прибыли, которая подлежит полученной компании Global Transport Investment, всегда будет отчисляться на дивиденды. А остальные 80% они пойдут на развитие, на эти проекты, на развитие технологии и так далее. И на новые проекты, новые технологические проекты Skyway. Мы переходим лишь только тогда в эту фазу. И поэтому здесь есть, естественно, есть различия. И это надо всегда понимать. Так, нужно понимать, о чем речь. Все правильно. Седьмой вопрос. Единственный способ зарабатывать, заработать на проекте, который я нашел, это партнерская программа Skyway по привлечению новых инвесторов и новых партнеров. Но это уже не прибыль от инвестиций. Правильно. Естественно. Понимаете? И на инвестициях прибыль вы получите тогда, когда, как бы на ваши инвестиции, когда будут востребованы ваши акции, которые вы получили. Вот тогда вы на инвестиции получите прибыль. А сейчас есть возможность зарабатывать, и многие зарабатывают, и очень неплохо зарабатывают. Они создали свое предприятие. Они не бегают к кому-то, значит, или пошли, поработали, 8-10 часов отработали, получили деньги, пришли, покупают и опять инвестируют. Понимаете? Они отработали, но они еще работают и над тем, что они создали свою сеть, и сеть им приносит доходы. Они эти внутри, значит, кабинета дохода используют на инвестиции. Понятно, да? То есть деньги не приходят в оборот. Они используются внутри, и тем самым их благосостояние растет. Кто это? Вот где бизнес. А не в том, что я перехватил, быстро прошел, продал. Опять перехватил, пошел, продал. Нет, это как раз пирамида. Это не то, не о том говорит человек. Восьмое. У меня нет уверенности, пишет человек там, который, ну как бы, вернее, читает человек, которому это из интернета упало на экран, что проект настоящий, нет уверенности. Ну, видите, ну нету человека уверенности. Фотографии, ролики в интернете, постановочные. Меня не убеждают, потому что выглядят сделанным на компьютере. Конечно, честь сделана на компьютере. Ну, извините меня. Есть там, прямо вот, ну, машина проезжает и так далее, и так далее. Там, ну, видно, в экопарке, в экотехнопарке. Это не компьютер. Это реальность. Понимаете? Производство. Это не компьютер. Посмотри, удосушься. Вот. Ну, а надо что-то ляпнуть. Вот ляпнул, оно висит. Люди этим самым, как бы, пользуются. Поэтому это все то, о чем надо знать и стараться это дело объяснять. И, нет, я еще не благодарю вас за внимание, не бойтесь. Итак, это я прокомментирую. Так, в основном я все более-менее прокомментировал вам. Вот. Теперь посмотрим, какие тут еще. Это претензия аналитика из Тинькова. Да, правильно. Которые он озвучил в статье. Да, все правильно. Он вообще не разобрался. Ну, правильно, конечно. Но, тем не менее, почему я взял Станислав, значит, это на разбор? Потому что эти вопросы, они крутятся время от времени. И, скажем, для того, чтобы промусолить их, я их взял еще раз в оборот. Еще раз прокомментировать. Если кто-то не может понимать, закажите звонок менеджеру. Лидия, подготовьте вопросы. Менеджер компании SkyWay ответит на все. Ну, да, он ответит подробно, но там не всегда так подробно бывает. И на многие вопросы не всегда ты ответишь. Но я так надеюсь, по крайней мере, что полезно было это послушать. Если нет, дайте знать, кому не полезно. Даже Фома потрогал и поверил. Вообще еще тупые люди есть. Вернее, скепки. Нет, это не тупые люди. Они получили задание. Их задача хаять. В разных системах. Там Тинькофф, там Центральный банк. Тот же самый какой-то. Все Центральные банки или финансовые комиссии всех стран подряд слева направо и так далее. Их задача за хай, чтобы, по крайней мере, сказать, ага, если вдруг, ну вдруг, оступятся, то я же вам говорил, они оступятся, ну да, вот молодцы, хорошо поработали. Понятно, да, что тут срабатывает. Дискан все логично. Правильно, падают риски. Правильно, Марина, риски падают. Это и есть так называемая мера, которую мы риски оцениваем. С одной стороны. Но, тем не менее, риски остаются. Риски остаются. Были вот такие большие, стали вот такие. В основном, временные риски. Когда удастся этот, когда это пройдет, когда наработается вот это, понимаете? Временные риски. Хочется быстрее. Я вас прекрасно понимаю. Значит, так я и пишу об этом. Я говорю тому, кто уже сейчас хочет прибыть. Ну, правильно, ага. Так, есть ли еще тут у вас вопросы, дорогие друзья? Так, понятно. Ну, что ж, значит, я не вижу здесь больше у вас вопросов. Просто хочу сказать, что работа продолжается. Четвертого числа будем надеяться. И я, скажем так, уверен, что будет успешным визит Анатолия Дарыча в Ханой. Встреча с премьер-министром. Вот, и это еще один его вклад. Он никакой возможности ни с сетью, ни с кем не имеет и не имеет права общаться. Мне вьетнамцы задавали тут вопрос сегодня, что, о, а как мы там сможем ли мы встретиться и так далее. Нет, это принципиальный вопрос, который, ну, как бы нельзя одно с другим сопоставлять, потому что он должен вести определенную субординацию, не с сетью. Иначе его тут опять могут обвинить, Бог знает, в каких мирских или немирских грехах. Его железная задача и его позиционирование, как автора генерального конструкции системы. Все остальное осуществляет структура, которая этим делом занимается. И даст Бог нам, значит, всем не опростоволоситься, а быть в тонусе. И, как бы, ну, обеспечивать инвестиции. И процесс идет, не волнуйтесь, значит, вот сегодня буквально мы достаточно долго с аналитиками смотрели, значит, как может быть эти наши развития. Возможности очень хорошие. И мы стремимся к тому, чтобы наша система, сообщество, народ сковей был бы постоянно в тонусе, постоянно имел бы возможности участвовать и пятнадцатым этапом, пятнадцатым этапом жизнь не заканчивается. Поэтому не надо метаться, не надо там искать какие-то мощные проекты, которые... Давайте доведем этот проект до конца. Я вот на закуску, вот уже час почти прошел, я вам на закуску расскажу интересную историю. Значит, смотрите, я, значит, сегодня раздумывал, я вспомнил мой личный опыт, значит, в компании, в которую я инвестировал в свое время еще рубли. Это наша компания. Мы первыми в Советском Союзе, это компания Майнер, в Эстонии консалтинговая компания. Мы первыми в Советском Союзе удалось получить разрешение акционировать предприятие. У нас было больше четырехсот пятидесяти человек, различных специалистов, в том числе большой вычислительный центр. Вот. И нам дали такое... Почему нам дали это разрешение? Потому что на исходе уже советской власти денег не хватало, развиваться надо было, и нам нужны были персональные компьютеры. Ничего лучшего, как болгарские искры, не было на рынке советском возможности приобрести. Но и на это у министра не было денег. Он сказал, если где-то достанете, давайте. И мы решили, что мы скинемся всем, кто пожелает, сообществом нашим, коллективом, 450 человек. Скинулось где-то около одного, чуть больше двухсот человек. Мы скинулись, набрали эту сумму там, 350 тысяч рублей. Это большая сумма была. Вот. Потом мы перевели. То есть я лично, как бы мой вклад был, и он тоже был как бы в долг, 20 тысяч. Так вот я к чему вам это рассказываю, не всю историю. Значит, появилось 200 человек основных инвесторов, 480, и 15 ключевых. То есть кто побольше проинвестировал. Значит, я заплатил лично 220 тысяч крон. Это потом перечислили, когда уже, скажем, Эстония сама определилась. Это, чтобы понимать, сколько это. Одна крона, это 15. 15 крон, это одно евро. То есть эта сумма не очень большая. Я получил первые дивиденды, первые дивиденды, 120 крон. 20 тысяч крон, 120 крон. Первые дивиденды через 5 лет. 89-й, 94-й год, да? Но уже через 7 лет, это 96-й год практически, да? Я получил 25 тысяч крон дивидендов. Это 1,2 кроны на одну акцию. 1,25 крон на одну акцию. Понимаете? То есть время нужно было для этого. Сегодня я уже не являюсь акционером этой компании. Я продал в определенный момент для нового бизнеса, продал все свои акции. Своим партнерам, вот ключевым инвесторам они просто тряслись, как хотели мои акции. А мне, я трясся, как мне нужны мои деньги. Вот, сегодня 98 человек акционеров, 200 плюс 15, сегодня 98, но 3 ключевых инвестора осталось, да? Среди вот этих 98 человек примерно 80%, ну, условно говоря, 80 человек являются пенсионерами, а остальные кому там передали, наследникам и так далее, и так далее, но 80 пенсионеров. Я к чему веду этот разговор? И у них, значит, примерно 15% всего акционерного капитала, али акций, из всего вот этого количества. Но у каждого дивиденды за год, они практически только увеличиваются. От 5000 евро до 9000 евро, это от 1 до 2 годовых пенсий, потому что в Эстонии средняя пенсия, это где-то 400, 450, даже меньше 400, ну, 400, скажем так, 400 евро в месяц. Вот вам пенсия. Люди когда-то там ходили, ой, можно ли продать, почему 98? Потому что большинство продали, ключевые инвесторы у них скупали акции. Это было внутри компании, они не были, и они сейчас еще не являются, не находятся, ну, как бы на бирже. Это внутренние акции компании. Вот, компания небольшая. Поэтому будьте внимательны, думайте над своей стратегией и не спешите, но и не прозевайте. Я рекомендую вам вернуться еще раз к 7, значит, к 7 правилам или к 7 пунктам благополучия, или к 7 видам или формам благополучия, их продумать. Это только полезно будет для вас, я, по крайней мере, так считаю. Вот, и желаю вам всего самого доброго, хороших праздников, достойно подойти к празднованию Дня Победы Великой Отечественной и в этой войне, которая была одна из самых кровавых войн человечества, по крайней мере, в нашем летоисчислении. Вот, об остальном, хотя по-разному можно тут говорить, но будем считать так. Здоровья вам, благополучия вам и вашим семьям, и будем строить сковей. Строй сковей, спасай планету. И к этому мы тоже идем. Всего вам самого доброго. До встречи через две недели. Строй сковей, спасай планету.